Друзья, привет! С вами Алена, Алена Самсонова, клинический психолог, и сегодня я продолжаю отвечать на ваши вопросы, и это у нас просто про поволтаем с ответами на вопросы. Я так долго ждала вот этого видео для ответов, потому что вопросов очень много, и на все сразу я ответить, к сожалению, не могу. Но сегодня я буду говорить о способах стать более энергичным, более таким прокачанным, более энергооптимизированным в моменты, когда вам кажется, что все, жизнь сложна и что-то ничего не получается. Мы будем говорить с вами о нескольких источниках энергии, которые есть и уже базируются у вас, но иногда вы их не замечаете, иногда вы не делаете, не создаете, не делаете упор на эти источники энергии, которые на самом деле запускают очень-очень много таких каскадных механизмов в вашей жизни, которые просто бомбезно могут вас изменить. Четыре источника энергии. Это, во-первых, физическая энергия, мы знаем, да, с вами, эмоциональная, ментальная, духовная, и сейчас мы про каждую из них немножко поговорим. Физическая энергия. Откуда она берется? Ну, конечно, это движение, сон, еда. Еда? О, еда. Хорошо, Алена сегодня поела после занятий со своими подопечными. И еда. В общем, еда должна обеспечивать все важные энергоресурсы вашего организма и доставлять вам удовольствие, доставлять вам кайф. Когда ваша еда осознанна, вы можете быть более продуктивным, можете быть более внимательным и можете оценивать свою жизнь именно так, как она проходит, насколько она эффективна, насколько вы находитесь в состоянии кризиса, либо вы находитесь в состоянии ресурса. Физическая энергия, да, действительно, она исходит из питания, из вашего секса, сексуальной ваших потребностей, также из движения, как я сказала. Если вы такой человек, который тяжел на подъем, ему сложно заняться каким-то видом спорта, то иногда можно себе позволить просто сделать какую-то духовную йога-практику и насладиться этим моментом. Далее, эмоциональная энергия. Откуда берется эмоциональная энергия? Чем больше в вашей жизни реальных людей, контактов, дружественного опыта, вот этой социальной интеграции, тем больше вы можете чувствовать вот это удовлетворение в своей жизни. И, друзья, постоянно приходит вопрос, как культивировать в себе ментальную энергию. Прям пишет мне, Алена, ты же психолог, давай подскажи. На самом деле я работаю не только с такими штуками, как ваш ум, ваши мысли. Я очень часто подключаю телесную терапию и могу вам посоветовать многие практики, которые исходят из йоги, наблюдения и самонаблюдения. И чем больше у вас вот этой духовной энергии, тем больше, тем выше у вас качество жизни. И, ну, именно так вы можете делиться тем, что у вас есть. Вот как делаю это я для вас. Как стать более энергичным? Первое, это убрайте своей жизнью все штуки, которые заставляют вас отвлекаться. Хватит просто обращать внимание на то, что не доставляет вам никакой, ну, никакой просто удовлетворенности. Поэтому, друзья, очень-очень важно научиться быть в моменте, дружить с собой, со своими симптомами, со своей жизнью и со своей историей любви к себе. Поэтому именно движение, физическая активность, отсутствие вот этих штук, которые раздражают вашу психику, дают возможность вам, что делать? Успешно в жизни функционировать. Друзья, с вами была Алена. Пишите вопросы, комментарии. Я рада вам ответить. Пока-пока. Пишите вопросы, комментарии.